о дорогие друзья слава богу пришел этот день когда мы слушаем слово божье побольше бы таких дней кстати их 7 почему выбираем только единственный день каждый день слушайте проповеди каждый день читайте слова молитесь ищите бога прославляйте его потому что каждый день вам нужна пища духовная каждый день мы кушаем плюс мы хорошо кушаем вот мы кушаем не только соленое мы кушаем также витамины всякие там овощи не только сладко знаете также и здесь у бога есть разный рацион необходимый для нас почему мы живем потому что у бога есть цель прежде чем я буду проповедовать я хотел бы сказать сейчас ко многим людям вот иногда люди думают прямо про меня говорить как он может про меня говорить прям про меня меня прям меня прям за касается это как он может я ему потом все выскажу слушайте друзья я честно скажу я про вас и говорю эта цель достигнута и не надо на меня обижаться что я про вас говорю это наоборот слава богу что вы сейчас можете в чем-то быть обличаем и в чем-то можете исправиться потому что если вы без обличения без исправления попадете на суд божий там вам будет вынесено уже приговор осужден представляете такой вот приговор вам осужден вот дьяволу уже вынесен приговор осужден поэтому не может покаяться он точно попадет в озеро огненное без всяких изменений у вас нету приговора осужден иисус умер все все сейчас работает на то чтобы вас спасти помиловать омыть кровью дать вам новое начало привести к богу плюс еще и получить награду потому что вы трудились всю свою жизнь христианскую вы трудились для бога вы работали на интересы бога вы трудились на царство бога вы меньше думали о себе больше о нем такая вот такие вещи я хотел бы сегодня сказать те кто грешат за послушайте может это не ко всем вот если это не к вам то молитесь за тех кому это те кто грешат вы спокойно грешите вы знаете что так делать нельзя но вы делаете почему человек грешит по одной простой причине он не знает как он за это будет платить в будущем какая боль какого уровня боль его ждет в будущем именно за то что он делает сейчас легко свободно каждый грех обойдется очень дорого например за наши грехи иисус дорого расплачивался его били почему так много пить надо иисуса просто бы убили бы и все нет именно издевались знаете вот 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 эту боль иисус на себя принял чтобы наши все грехи именно пострадать чтобы как сказать мы заместитель на вот иисус заместительная жертва вместо нас чтобы мы не страдали гнев божий должен излиться если мы грешили гнев божий должен излиться мы должны пострадать но в нашем случае пострадал иисус если человек дорогой друг ты грешишь сознательно если люди которые просто не знают или они рабы греха но если мы сознательно грешим например изменяем бухаем нюхаем там непонятно что там смотрим непонятно что ругаемся понимаете за все это придет уровень боли будет зашкаливать вам будет казаться что все ваша жизнь закончилась я не то что вам пророчествую я просто говорю факты возмездия за грех смерть придут страдания поэтому если бы человек знал что его ждет зато безобразие которое он делает или например равнодушие к слову божьему например да если бы человек знал что его ждет моментально покаялся бы моментально знаете изменился бы бросил эти грехи есть люди которые но при живут в блуде в прелюбодеянии они говорят я не могу я так люблю знаешь если вот просто возьмем такая уже пошла как проповедь если мы возьмем сейчас микрофон и опустим в ад и просто поговорим с блудниками которые попали в ад спросим вам было классно когда вы изменяли наслаждались греховно они скажут да но они не будут об этом думать они будут думать о той более теперь которая будет навечно послушайте грех который мы делаем имеет страшные уродливые последствия я встречал многих взрослых людей и они говорили мне когда после им проповедовал амигры где ты был раньше они сожалели о том что никто раньше не пришел и не надоумил их невразумил и теперь они наделали наломали дрова искалеченные судьбы жизни дети искалечены непонятно где их отец где их мать кто и как и что все это ужасная боль ждет те которые произвольно грешат те которые грешат как бы не скажем просто в мире все грешат так скажем весь мир развратный он страшно он с ума сошел но для них еще не звучало евангелие вам звучит евангелие покайтесь бог исцелит вас бог помилует вас но если вы сознательно это делаете вы обрекаете себя на ужасную боль пожалуйста не вините потом церковь не вините братьев сестер не видите бога не вините никого не осуждайте вы в этом виноваты вы понесете всю расплату которая потом будет она будет очень страшно мне не расписать просто у каждого своя поэтому остановитесь покайтесь не надо вам ждать будущего вот и все это происходит из-за того что бог века сего то есть маленькой буквы бог дьявол библия так называют бог века сего ослепил умы людей чтобы для них не воссиял свет благовествования то есть ослепил когда человек слепой не видит будущего он не видит куда идет много людей сегодня ослеплены дьяволом они слепые они не видят что их ждет люди например которых также также которые не просто грешат знаете какими-то страшными грехами есть такие культурные грехи тоже придут впоследствии например человека призывают служи богу действуй бог нуждается в делателях бог нуждается в делателях ты можешь помочь его царстве ты равнодушно сидишь тебе все равно тебе все равно что там работы много тебе все равно тоже будешь страдать поэтому задумайся задумайся я не пугаю я предупреждаю и это делаю из-за любви кстати если мне было все равно я бы сейчас говорил хороших вещах которые просто причесывают вас правильно аминь итак тема проповеди будет называться молитва покаяния любой человек может прийти к богу главное знать как сделать это как это сделать как прийти к богу сделать это можно только через молитву когда говорится человеку приди к богу это означает помолись мы например говорим приди к богу твоя жизнь изменится означает помолись прийти к Богу, ты не можешь физически прийти, и там его встретишь, физически. Вот он сидит прямо в офисе, ты заходишь, Бог. О, можно задать вопрос? Нет такого. Молитва начинается ровно на том месте, где ты. Ровно на том месте. Нет определенного места, куда человек может прийти, и там, и только там он может встретиться с Богом. Да, хорошо, в церкви больше всего, вероятнее всего, ты можешь встретиться с живым Богом. У тебя с силой Божьей может коснуться, но с Богом, я сколько слышал случаев, и мы видим из Библии, с Богом встречались в разных местах. Абсолютно в разных местах. Иисус сказал, когда ему задали вопрос, где поклоняться, как поклоняться Богу, Он сказал, и не на Горесии, и не в Иерусалиме. Как? Не в Иерусалиме? Да что же это такое, не в храме? Да, Иисус сам сказал, но на любом месте. Будете поклоняться Отцу, Отчество вас на любом месте. Знаете, после того, как разорвалось занавес в храме, Бог переселился. Раньше Бог сходил в храм, там за занавес, прежде в Скинию, потом в храм, и был во святом святых, и встречался со священником, с одним человеком, который приносил жертву и молился за весь народ, чтобы Бог простил грех народа. Теперь мы, каждый, можем входить в это святилище, во святое святых, через кровь Иисуса Христа. Вы думаете, просто так, просто так разорвалась толстая ткань, которая отделяла святой и святых, знаете, от святилища? Просто так? Нет. Она была толщиной 15 сантиметров. Ткань 15 сантиметров. Такая толстенная, чтобы свет не проник, чтобы и звук, все, полностью была изоляция. Один человек, один раз в год, и тот должен был очищаться, встречался с Богом. Теперь каждый человек может встречаться с Богом. Почему? Занавес разорвал сам Бог. Это не люди разорвали. Вот нам надоело так, что целый год мы должны ждать, чтобы обратиться к Богу. Нет. Теперь, когда Иисус умер и воскрес, да, когда Он умер именно тогда, занавес была разорвана, в Библии написано сверху, донизу, сверху. Это пришло сверху решение. Она была разорвана, показана тем, что Бога здесь больше нету. Представляете? Священники, когда это все узнали, прибежали, увидели разорванную занавес, было сразу же срочно совещание. И что они сделали? Кто знает? С этой тканью разорванной. Они ее сшили обратно. Они это, знаете, замяли дело. Вместо того, чтобы обратиться к народу, сказать, Бог теперь вас может найти. Даже язычников. Теперь Бог спасает любого человека абсолютно. Нет, они это дело умолчали, спрятали, покрыли его тайной, заплатили деньги, чтобы правду не рассказывали, а говорили ложь. И мы это читаем в Библии. И это дела дьявола. И это сделали священники. К сожалению. Я не знаю, какой уровень наказания они сейчас в аду несут. Но они скрыли это от народа. И его ученики, ученики Иисуса, должны были под страхом смерти говорить радостную весть. И их за это убивали потом. Мы видим, в день Пятидесятницы, мы слышим, что Дух Святой сошел. Такая слава сегодня во многих церквях проповедуется. Но знаете ли вы, что в этот день Пятидесятницы они были в страхе? Они очень сильно боялись, что теперь из-за Иисуса дьявол такой злой, что Иисус воскрес, теперь их и убьют. Убьют, поймают, как последователи Иисуса. Но не тут-то было. Дух Святой излился, и Он дал им силу. И они вышли свидетельствовать. И никто не мог противостоять этой силе. Их закрывали в тюрьмы. Это первые христиан. Бог их выводил. И их там пытались издеваться. Бог их защищал. Слово Божие невозможно удержать. Знаете, раньше мы видим, читая Евангелие, что люди с нуждами, у них были какие-то животрепещущие нужды. Дочь болеет там. Дочь умерла. Или там родственник какой-то. Или слуга заболел. Или кто-то еще там из больных людей. Очень многие люди. Или кто-то мучился просто вопросами. Понимаете, не только физически больные люди обращались к Иисусу. Их мучили вопросы. Тот же там Никодим. Тот же богатый юноша. У них все было нормально. У них счета были. У них все обеспечение было. Здоровье было. Был внутренний конфликт. Был внутренняя пустота и вопрос. Что же дальше? И раньше люди, когда мы читаем в Евангелии, они обращались к Иисусу. Говорили, наставник, помилуй меня. Слуга мой там жестоко страдает сейчас в горячке. Или там, помилуй меня, Господи. Спаси меня, исцели меня. Сын Давилов, помилуй меня. Знаете, обращались. Все это можно назвать молитвой. Все, каждое обращение человека к Богу и есть молитва. Иисус это Бог воплоти был. Хотя на земле Он прожил человеческую жизнь. Жизнь человека, а не Бога. Но к Нему обращались люди. И Он им помогал. И сегодня в Библии написано в Слой Божьем, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Сегодня мы можем также обращаться к Нему. И Он будет помогать нам. Главное, чтобы это было от чистого сердца. Итак, тема проповеди. Молитва покаяния. Молитва покаяния – это молитва, после которой меняется полностью жизнь человека. Я вырос в христианской семье. У меня мама и папа были верующие. Сестры, братья. Мы всей семьей вечером становились на молитву. И молились. Каждый молился своей молитвой. Начинали с меня. Заканчивал отец. И потом все вместе молились «Отче наш». Молитва «Отче наш». Я ее просто зазубрил. Я не вдумывался. Я просто наизусть ее читал. Потом я задался вопросом. Надо же вкладывать смысл в эти слова. Почему же я просто так говорю? Ну, неплохо тоже выучить, чтобы потом размышлять и говорить, и как пункты в молитве. Но, когда я помолился молитвой покаяния, представьте, я все детство молился. Но в 17 лет сознательно, это было мое осознанное решение, я осознанно подошел к этому вопросу. Я помолился, моя жизнь изменилась. Моя вся жизнь изменилась. Я уверен также, что и в вашей жизни так же было. Если вы покаялись, если вы стали христианином, то вы не могли избежать эту молитву. Это молитва покаяния. И в Библии мы видим эту молитву, когда блудный сын пришел к отцу. Это Луки, 15 глава, 20 стих. Мы читаем притчу о блудном сыне. Когда он ушел из родного дома, из отчего дома. И он захотел жить по-своему. Он захотел гулять. Он захотел делать то, что он хочет. И что он хотел, оказывается? Он хотел греха. Вот есть такое неутолимое желание грешить. В доме отец не разрешает. Поэтому его достала эта контроль, ограничения. И что ему хотелось? Ему хотелось посвинячить. Помните, я говорил в начале проповеди, да? Что если бы он знал, какие его последствия ждут, он бы не свинячил. Он бы не грешил. Он бы так и остался бы в доме отца. Но он ушел из отчего дома. Он все деньги протратил. У него друзей было много, девушек много, удовольствий много. Потом он все это закончилось, потому что деньги имеют свойство заканчиваться. Закончились девушки, закончились друзья. Куда друзья делись? Непонятно. Говорили, что настоящие друзья жизнь отдадут. Все. Помогут, когда надо будет, в трудное время. А сейчас у него трудное время. Ни друзей, никого. Один на один со своей нуждой. И пошел, пристал он к какому-то бизнесмену. А бизнесмен посмотрел на него и говорит. Знаешь, нет у меня для тебя ничего. А вообще, подожди, есть. Свиней некому пасти. Иди и пасти свиней. А в Библии написано, что вот этот молодой юноша, который пошел и пас свиней, вообще-то я не знаю даже, как пасти свиней. Я не знаю, я не видел. Я их видел, что они в загоне, им еду приносят просто. Может, он пас их на поле, может, какая-то была там, я не знаю, изгородь. То есть, это была унизительная работа. Вообще, свинину вообще в Израиле не ели. Это была нечисть. Это нечистое было. Он так низко-низко опустился. И опустился он еще ниже. Ладно бы на уровне пола, а то он был ниже плинтуса. Откуда это выражение? Это именно отсюда выражение. Что он завидовал. Смотрите, он работал, есть хотел. А что значит работать? Давать свиньям еду. И вот свиньи хрюкают, и он стоит и завидует. Потому что ему никто не давал того, что ели свиньи. И он хотел бы наполнить свое чрево рожками, которые ели свиньи, Библия говорит. Но никто не давал ему. Представьте, как низко пал этот человек. И он дошел до грани. Грань – это означает смерть. И написано, что он почувствовал смертельный голод. И он говорит, я умираю. Пойду к отцу моему. Вдруг он вспоминает, что у него есть отец. Многие люди, которым сегодня свидетельствуешь, я встречаю. У них так все классно. У них так классно все. Вообще, ты ему свидетельствуешь. Он, конечно же, тебя слушает. Но Бог ему тысячу лет не нужен. О, почему? Он сам Бог. Он сам Бог. И он говорит, ты с Богом разговариваешь, зачем мне кто-то? Но когда человек обнищал, упал, одинокий, остался. Да еще и умирает от голода, а умирать не хочется. И знаете, выхода нет. Потому что голод настал в той стране. И он пошел тогда к отцу. Луки 15, 20. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, видел его отец его и сжалился. И побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою. И уже не достоин называться сыном твоим. Смотрите, он произносит эту молитву. Он обращается к своему отцу. Мы берем прообраз. К нашему небесному отцу. Я согрешил. Важно признание греховности. Я согрешил. Я не достоин. Но позволь мне быть у тебя. Я прошу прощения. Я нарушил небесный закон. Я нарушил физический закон. Просто даже уважение к родителям. Ноль. Для меня, знаете, отец все равно, что умер. Потому что попросить наследство при живом отце, когда наследство можно получать только после смерти родителей, это говорит о том, что у него не хватало терпения ждать, когда батя умрет, чтобы получить наследство. Он говорит, я молодой. Зачем мне в старости деньги? Зачем мне наследство, когда уже юность пройдет? Меня сейчас колбасит, штырит. У меня столько гормон играет. Мне так нужно. А потом я скажу, ну вот, я молодой, жил без девчонок. Я ходил такой вот, правильный такой. И я встречал таких людей. Я знаю такого человека. Я разговаривал с ним. Он уверовал. Он был такой, вообще молился прямо. Прямо вообще хотел сильно Бога переживать. Прямо молился, чтобы Бог коснулся его. Я сам своими глазами знаю и видел, как он молился, как он просил. Я так, наверное, никогда не молился. И Бог коснулся его. И вот так сильно. Все. Произошли какие-то проблемы в его жизни, там, на личном уровне, там, в личной жизни. И он отошел от Бога. Потом его встречаешь, и он говорит, я жалею вообще, что я был верующим. Что я не гулял с девчонками. Что я столько просто пропустил. Представьте. Вот почему к Богу надо приходить осознанно. А не то, что тебя поторопили. Кто-то тебя подвинул. Послушай, друг, греши, делай. Ты не знаешь, правда, дня и часа твоего, когда оборвется твоя жизнь. Но, если человек придет раньше времени к Богу, его просто, знаете, он чью-то просьбу выполнил. Он не осознал это еще. Он будет сожалеть. Знаете, многие люди сожалеют, что они грешили. Что они так растратили. Теперь у него две, три жены, четыре жены там. Там у него детей по всему миру. И он не знает теперь, а как мне. А там его знать не хотят. Понимаете? Знать не хотят такого батю. Все скрывается от того ребенка. И он мучается. Послушайте, мир рыдает и орет. Слез нет уже, они уже не рыдают. Они орут от боли, воют. Почему? Иисуса не было в их жизни. Так уж получилось. Такая система была. Они были заложниками этой системы. Они родились на территории концлагеря. Что вы хотите, они на зоне родились. Люди лишены славы Божьей. Что значит лишены? В местах лишения это означает в колонии. Все грешники, они содержатся как будто бы в колонии. И слава Божья, она как бы за этой колонии. Свобода за стенами тюрьмы. И тебе нужно выйти оттуда, чтобы от тебя пошло потомство уже благословенное. Дорогие друзья, те, кто сейчас смотрит, и вы ни разу, вы ни разу не молились этой молитвой. Поймите, мы все грешили. Мы много грешили. Наши грехи, они все ужасные. Но за них умер Иисус. Он пострадал. И теперь, если мы в это верим, мы просим прощения у Бога, и Бог прощает нас, не наказывая, милуя нас. И если мы в это верим, и мы обращаемся к Богу от всего сердца, мы получаем прощение, новую жизнь. И Бог не вспомнит ни одного греха. Представьте, вот это тоже факт. Ни одного греха. Почему? Он смотрит на тебя через кровь Христа. А через кровь Христа ты чистый. Ты оправданный. Если вы не молились ни разу этой молитвой, я хочу призвать вас помолиться этой молитвой. Дорогие верующие, я хочу также обратить внимание, что если мы верующие во Христа, нам нужно выучить эту молитву. Она немножечко может быть изменена. Вы можете по-своему как-то сказать. Но это образец молитвы. Образец. Пожалуйста, сделайте скриншот себе. Или вы пишите на бумажку, чтобы молиться этой молитвой с неверующими людьми, с вашими друзьями, с вашими соседями. Может быть, какой-то человек будет умирать у вас на глазах, и вы не знаете, что делать. Ой, надо пастору позвонить. Ой, надо священника. А вы кто? Ну, вы в данной ситуации священник. Человек умирает, и он от вас ждет, что, 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 что смотрит на тебя, а ты такой, я ничего не могу тебе помочь. Нет. Молись с ним молитву покаяния. Вот почему ты пришел сегодня, чтобы получить задание, что тебе, как верующему, надо знать молитву покаяния, чтобы она у тебя от зубка отлетала, отскакивала. Выучить ее, конечно, туда надо вкладывать смысл, но она должна быть вами выучена. Если вас ночью поднимут и скажут, продиктуй молитву покаяния, чтобы ты знал, из чего она состоит. Из того, что ты грешник, а Иисус хороший умер за тебя, и теперь ты просишь прощения и просишь Иисуса войти в твое сердце. Из этих пунктов она состоит. Давайте сейчас все будем молиться, да? Я вот вас приглашаю. Давайте. На раз, два, три будем молиться этой молитвой. Раз, два, три. Отец Небесный, я знаю, что я грешник, но верю, что Иисус умер за меня. Прости меня за все мои грехи и омой меня кровью своей. Иисус Христос, войди в мое сердце и будь моим Господом и Спасителем. Я верю, что Иисус Христос мой Господь и Спаситель. Спасибо тебе за вечную жизнь. Аминь. Вот давай, оставим несколько секунд, пусть сделают скрин. Верующим нужно всем это сделать. Если вы смотрите, и вы уважающий себя верующий, и вы хотите служить Богу, пожалуйста, перепишите ее или сфотографируйте. Вам надо ее выучить. Вам надо знать, как с неверующими людьми молиться этой молитвой. Поэтому пусть вас Бог благословит с Богом. Будьте благословенны. Будьте благословенны.